Всем добрый день, с вами Андрей Лоскутов, управляющий активными целями Capital Management и сегодня мы, как обычно, поговорим о российском фондовом рынке. В последнюю неделю он радует инвесторов, на рынке наблюдается достаточно хороший рост. Можно сказать, что сантимент на рынке очень серьезно поменялся, если еще месяц назад любой негатив очень сильно отыгрывался вниз, любой позитив совершенно не принимался во внимание, то есть сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную, негатив рынок не замечает, даже не может ввести ни в какую, даже минимальную коррекцию, и любая позитивная новость воспринимается рынком, отражается в очень сильном росте котировок. То есть это такое свойство классического бычьего рынка, и сейчас мы наблюдаем именно такой рынок, давно уже мы соскучились по такому рынку. Сейчас индексы подошли к ключевым уровням сопротивления, и дальнейшая динамика будет определяться тем, сможем ли мы преодолеть эти уровни. По индексу ММБ это отметка 1390 пунктов, если мы ее пробиваем, закрепляемся выше, то у рынка хорошие шансы для продолжения роста к отметкам 1450 пунктов по индексу ММБ. По фьючерсу на Индекс РТС также мы сейчас уровень 123 тысячи пунктов, по фьючерсу на Индекс РТС это такой хороший знаковый уровень, если мы закрепляемся на текущих отметках и не уходим в коррекцию, то это открывает следующие цели роста 130-135 тысяч пунктов по индексу РТС, поэтому нужно смотреть за текущими уровнями. Если рынок удержится, то хорошие перспективы на продолжение этого ралли есть. Но тем не менее, про риски забывать нельзя. Ситуация на Украине, на мой взгляд, еще далека от завершения. Вчера было обращение Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы принять состав России, Донецкую республику. Реакции на текущий момент пока еще достаточно сдержанные. Но тем не менее, если киевские войска пойдут в наступление, опять будут новые жертвы, нельзя исключать все-таки варианта, что Владимир Владимирович примет решение поддержать Донецкую республику, ввести миротворцев. И если вот такой сценарий будет реализовываться, то, конечно же, это может вызвать мощнейшую коррекцию на рынке. И вот этот факт нельзя сбрасывать со счетов. И, кроме того, насколько мы помним, такие события часто происходят в выходные, когда рынки закрыты, когда этого никто не ждет. И, в общем-то, в этом случае никакие стопы не спасают. Рынок просто открывается гэпом вниз. Поэтому такой риск существует. И в этом плане текущая игра вверх, она достаточно рискованная. Поэтому долгосрочным инвесторам, естественно, стоит удерживать позиции. Для них самый большой риск – это лишиться длинных позиций, когда наконец-то начинается рост, бычьи ралли. А вот инвесторам, которые консервативны, либо ориентируются на маленькие горизонты, там месяц, два, полгода, в общем-то, держать длинные позиции сейчас до конца мая достаточно рискованно в плане вот этих возможных негативных событий на Украине. Поэтому таким инвесторам, которые не хотят брать на себя риск, можно порекомендовать пока короткие выпуски облигаций УФЗ с тем, чтобы пересидеть вот эти события на Украине майские. Я думаю, с июня, после выборов президентских на Украине, вот этот фактор Украины, он будет сходить все больше и больше на нет, и рынок вообще перестанет на это обращать какое-либо внимание. Но пока этот фактор есть, в общем-то, какая-то консервативность, она может быть в портфелях у инвесторов.